Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Усадьба для души. Мы сегодня с Вами продолжаем знакомиться с самыми лучшими комнатными растениями. Пришло время поговорить об эохарисе или амазонской лилии. Это растение есть у многих, но тем не менее очень часто бывают трудности с выращиванием этого растения. Чаще всего я его беру для цветения, но по поводу цветения мы будем говорить во второй части нашего ролика. Первое же я Вам покажу как правильно его сажать. Вообще эохарис это растение очень известное, причем с конца 19 века он стал появляться в Европе в зимних садах. У нас одно время был популярен в 70-80 годах прошлого века, а потом как-то рассосался и стал встречаться только у отдельных любителей. Хотя те, кто видел эохарис в цвету, навсегда заболевают этим растением. Кроме того, его еще называют амазонской лилией. Хотя тот, кто видел цветы эохариса, может со мной согласиться, что они больше по своей структуре похожи не на лилии, а на нарциссы. Поэтому было бы правильнее называть это амазонским нарциссом. И еще перед тем, как мы с Вами займемся этим растением, я хочу Вам рассказать вот о чем. Если Вы не знаете тех особенностей, в которых они растут в природе, очень трудно потом содержать такое растение дома. Поэтому лучше всего по возможности создавать и те условия, в которых они нуждаются в природе. Так вот, поговорим о нашей амазонской лилии. Как Вы понимаете, вот я сейчас ее возьму в руки, мы ее подготовили к тому, чтобы показывать пересадку. Поэтому для начала я Вам просто прошу обратить внимание на его листья. Это растение безумно красивое. Оно исключительно имеет яркие по красоте листья, немножко волнистые по краю. И в любом горшке смотрятся очень нарядно. Кроме того, это растение довольно крупное. Если экземпляр в хорошем состоянии, он дорастает до 60 сантиметров в высоту. И соответственно, даже без всяких цветов, выглядит очень декоративно. И понятное дело, что такую красоту надо иметь в доме, но надо понимать, как с ней обращаться. Так вот, я сейчас положу наше растение на стол, чтобы не отломать листья. И кое-что расскажу, как он растет в природе. В природе он растет зарослями. И вообще-то растение имеет свойство обрастать дополнительными листьями. Откуда берутся дополнительные листья? Как вы поняли, мы сегодня работаем с луковичным растением. Мы еще отдельно эти луковицы будем рассматривать, когда будем сажать. Но я вам хочу сказать одну вещь. Каждая луковица рано или поздно выпускает свой лист. И вокруг материнского растения образуются целые заросли. Вот так оно растет в природе. Стоит ли дома каждый год раздирать это бедное растение? И я вам точно могу сказать, дайте ему возможность расти до тех пор в горшке, пока оно не начнет раздвигать свое пространство, то есть не ломать горшок. Если вы видите, что у вас луковицами и листьями заполнено все пространство горшка, для вас это сигнал к пересадке, которой мы и будем заниматься. У нас же растение молодое, мы его потревожили только для того, чтобы на его примере вам показать, как эта пересадка делается. Теперь в природе эухарисы растут в поймах реки Амазонки. Вот уже название амазонской лилии само за себя говорит. Соответственно, там очень плодородные, слегка влажные почвы. Как вы понимаете, эухарис любит очень плодородные, при этом влагоемкие почвы. Вот когда мы сейчас будем говорить о почве, в которой он растет, я вам подробно, буквально в деталях расскажу. Ну и понятное дело, что еще эухарис в большом количестве встречается в Колумбии в предгорьях Ант. Вот поэтому, в общем и целом, у него есть особенности содержания. Например, в частности, температура зимнего содержания особая и прочее. Но мы об этом будем говорить поступательно. Итак, мы сегодня сажаем эухарис. Что ему необходимо? И как поступить так, чтобы не испортить ему жизнь? Вот сейчас давайте посмотрим на луковицу. Здесь у нас было целое семейство луковиц. Вот они у нас такие нарядные и красивые. Обратите внимание. Из каждой луковицы выходит по одному или два листка. Чем крупнее луковицы, тем больше листьев она в состоянии из себя выпустить. Самые молодые луковицы дают не больше одного листочка. Если бы мы не знали свойства эухариса жить в тесном сотрудничестве, мы бы сейчас эти луковицы между собой рассадили все до единой и получили бы не меньше 6-7 растений. Но мы хотим, чтобы наши растения рано или поздно зацвели. Поэтому и сажать мы все луковицы будем по-прежнему в один горшок. Для отдельного примера и показа мы все-таки приготовили один экземплярчик, о котором мы будем говорить отдельно. Выглядит он чахло, но на это у нас есть с вами причина, почему мы его отложили в сторону. Будем говорить отдельно. Как сажать эухарис? Дело в том, что особенности здесь велики. Как вы видите, у луковицы есть корешки. Вот такие вот. И если по каким-то случайностям, а здесь находится мясистая луковица, если по каким-то случайностям, а случайности зимой у многих садоводов возникает почти каждый день, мы начинаем переувлажнять горшок, эта луковица, как правило, сгнивает. И вы постепенно, медленно, но уверенно теряете все растение. Я вам хочу сказать, для того, чтобы максимально обезопасить луковицу от перезаливов, специальным способом заполняется горшок. Вот у нас обыкновенный контейнер. К сожалению, вынуждены сажать пластиковые контейнеры, хотя для растений это смертельный номер. Растения очень любят глиняные горшки, не глазированные, потому что эти горшки дышат. Мы же вынуждены спасать растения, чтобы они дышали таким способом, что положим очень много дренажа. А в случае ухариса, это еще дополнительно обезопасит корни от загнивания. Если по каким-то причинам будет перезалив, будем надеяться, что за счет дренажа излишняя влага уйдет поддон. И вы его обязательно из поддона потом эту влагу вылейте. Если не допустить вот таких вот предосторожностей, будьте уверены, ваш ухарис от вашего усердия и погибнет. Теперь что еще нужно сделать? Мы должны в горшок примерить нашу луковицу. Как мы вообще подбираем горшки? Для ухарисов гораздо лучше горшки, которые широкие, но не сильно глубокие. Вот вы сейчас видите, что наша луковица сама показывает, на какую глубину мы ее будем сажать. Мы ее не можем заглубить по вершину маленького листа. Соответственно, мы ее будем сажать вот на эту глубину. Наши луковицы сами это показывают. Вот от донышка обычно сажают луковицу. Чем она крупнее, тем глубже ее можно сажать. Поэтому, обратите внимание, сильно заглублять здесь мы не можем. Значит, от донышка мы посадим нашу луковицу на глубину примерно 5 сантиметров. Соответственно, замеряем эти 5 сантиметров, прикладываем луковицу к кромке нашего горшка. И видим, до какой части горшка мы можем подсыпать дренаж и первую порцию нашей земли. Дренажа сыпем много. Дренаж у нас в виде керамзита. Вот, поэтому я сейчас его насыпала не менее 4 сантиметров. Я вот вам покажу таким образом, может вам будет видно, здесь вот крупный керамзит. Конечно, кроме керамзита, под керамзит. Лучше битые керамические горшки класть или крупные фрагменты кирпичного боя. Почему? Для того, чтобы вода никоим образом не могла застояться. Дальше. Мох с фагном. Есть в каждом магазине. Обзаведитесь, пожалуйста, обязательно. Этот мох, он выветрен. Он не нарушает ни кислотности почвы, ничего. Но дает вот ту рыхлость, в которой нуждаются и корни эухариса. Обратите внимание, пожалуйста, он очень любит влагоемкую, но при этом относительно рыхлую почву. Мы сейчас будем говорить, что я имею ввиду под значением влагоемкая. Вот, когда перейдем непосредственно к земле. Итак, на слой керамзита мы укладываем наш сфагнум. Вот. Сфагнум очень нужен. У нас еще впереди будут другие посадки, поэтому бережем. Сфагнум нам достаточно небольшого слоя. Теперь непосредственно переходим к грунту. Мы берем грунт для цветущих растений. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Ведь, невзирая на то, что у вас может эухарис из-за ухода никогда не зацвести. Тем не менее, пометуем, что это цветущие растения. Значит, грунт берется для цветущих растений. Я сейчас буду подцепать землю, а параллельно вам буду кое-что рассказывать. Если у вас нет возможности купить землю для цветущих растений, как бы вы поступили в этом случае. Так вот, я могу сказать, что вы можете такую землю для эухариса сделать и самостоятельно. Что для этого нужно? Нужно взять суглинок. Суглинок, например, вот у меня сейчас в горшке обыкновенная почва, которая садовая. Вот я ее сейчас обязательно к той готовой смеси, которая у нас была, добавлю. Почему я это делаю? Дело в том, что совсем рыхлая почва эухарис не любит. Он любит, чтобы почва была тяжелая, то есть вот как у нас в саду. Это считается суглинки. Или как та почва, которую вы берете в кротовинах. Вы знаете, что кроты нарывают, и люди берут оттуда землю. Берут не случайно, потому что кроты выедают все корешки, и вам достается чистая бурьянов земля. Вот почему берут у кротов. Но там тяжелая, обыкновенная суглинистая земля. Эухариусу она нужна. Но ее надо брать всего одну долю на 4 доли вот этой земли. Так что, когда будете замешивать, что еще неплохо было бы добавить в землю. Но поскольку я этого сейчас не делаю, потому что эухарисы обычно пересаживают в марте, в самом начале весны, для того, чтобы они могли потом успешно расти. Я же сажаю сейчас в декабре. Если я свои эухариусы раньше времени простимулирую к росту удобрениями, у меня сейчас погонят листья, а света еще недостаточно. Растение будет выглядеть с длинными листьями, от недостатка света они полягут, внешний вид будет ужасный. Но в марте месяце я обязательно бы добавила роговую стружку. Это фосфорное удобрение продается в любом специализированном магазине. И столовую ложку суперфосфата на ведро замечаю. Не на горшок, а на ведро подготовленной почвы. И потом бы с этого ведра брала, и вот сколько бы ему досталось эухариусу, столько бы он и пользовал этого удобрения. Сейчас же я пользуюсь только землей, что еще было бы неплохо сюда положить. Когда пересаживаете к марту эухариус, запаситесь, пожалуйста, древесным углем. Вот теми перегоревшими головешками обязательно вмешайте часть поломанных головешек с грунтом. Эухариус это очень любит и очень заценит. Вот поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Так, теперь начинаем размещать наши луковицы. Складываем их вот таким образом, тем же пучком, каким они росли до того, как мы их потревожили. Обратите внимание, будьте максимально осторожны с листьями, потому что если эухариус утрачивает листья, луковица может погибнуть, пока отрастет новый лист, и поэтому здесь надо быть осторожным. Вот таким пучком, каким они у нас росли до того, выровняв все донца между собой, чтобы они были в одной плоскости. Попытаемся посадить наш эухариус опять. Почему я сажаю и не разделяю? Если бы мне надо было просто размножить массу растений, я бы посадила каждое в отдельности. Но зацвело бы оно не раньше, чем через 3-4 года, пока бы основная луковица посаженная не нарастила дополнительную детку. Потому что не нарастив вокруг себя массу детишек, эухариус не цветет. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Сейчас я делаю себе лунку в том грунте, который у меня был. И начиная осторожно распределяя корни, стараясь их не отламывать, стараясь вот так рассадить. Почему я беру еще тесный горшок? Я вам хочу сказать, чем теснее будет посаженный эухариус, но тут же, понятное дело, без фанатизма, тем быстрее он зацветет. Дело в том, что именно не очень комфортное условие содержания, но это имеется в виду по поводу только тесноты в горшке речь идет. И все эти вопросы, чем теснее себя чувствует эухариус, тем лучше он цветет. Вот такая история. То есть какие-то нестандартные условия содержания заставляют эухариус попытаться зацвести. А мы же его для этого и держим в своих цветниках. Поэтому обратите внимание. Но я пока стараюсь вам о цветении этого растения не говорить, чтобы у нас была с вами полноценная вторая часть ролика, где я очень подробно отвечу на вопросы, почему эухариус цвел-цвел, а потом цвести перестал. Что произошло и как с этим бороться. Там мы о цветении будем говорить подробно. Сейчас я осторожно добавляю грунт. И не напрягаясь, чтобы не отломить хрупкие листья и корешки, слегка придавливаю вокруг нашего растения грунт. Вот таким вот образом я вижу, что я дошла до той высоты намеченной. Вы помните, мы с вами замеряли, чтобы наша луковица как бы и в воздухе не висела, и при этом была полностью прикопана. Вот таким образом, не спеша, под приятную беседу, мы посадили наш эухариус или амазонскую листью. Вот сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот таким вот образом. Горшок надо брать такой, чтобы земелька все-таки побольше влезла. Почему? Я вам могу сказать. Когда растение пойдет в рост, еще появятся дополнительные луковицы, растение станет тяжелым и даже может переворачивать горшки. Поэтому возьмите сразу его с таким расчетом, чтобы это растение у вас горшок не перевернуло. Вот так вот. В процессе разговора, я надеюсь, вам было все понятно. А что не понятно, мы сейчас еще рассмотрим на примере еще двух маленьких луковиц. Процесс пересадки на кухне, это конечно дело феерическое. Кругом земля, сами мы тоже чумазы. Но не обращайте на это внимание, зато благородное дело делаем. Вот у нас сейчас на столе осталось две луковицы, о которых надо поговорить отдельно. Помните, я вам говорила, что если у эухариуса оторван лист, эта луковица практически обречена на смерть. Вот для того, чтобы спасти такие луковицы, все остальные мы заглубляем. Я вам для примера вот и показываю. Вот эту луковицу мы посадим до последних черешковых, где луковица заканчивается, вот черешки пошел лист, мы ее посадим вот до этой грани, и вся луковица окажется под землей. А у этого растения лист оторван. Такое растение заглублять целиком нельзя. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Если вам дали луковицу без листа, обязательно оставляйте часть ее над землей. И внимательно следите за тем, чтобы ее не перезалить, поскольку испарять листа нет. И вы очень осторожно должны будете поливать такую луковицу. Даже более того, для нее берется небольшой горшочек. Дренажа сыпется очень достаточное количество для того, чтобы избыток влаги, вдруг вы в задумчивости это произвели, чтобы у вас никаким образом он не повлиял на луковицу. Обязательно спагнули все те же мероприятия. Теперь немножечко садовой земли вот сюда на низ. Теперь начинаем размещать нашу луковицу. Помним, что она должна оказаться над поверхностью, кончиком своим стебля, должна оказаться над землей. Вот сейчас я ее размещаю таким образом, а сверху буду отсыпать уже кладородной землей для цветущих растений. Более того, я вам хочу сказать, что вот за этим растением я буду наблюдать отдельно, поливать его с великой осторожностью, поскольку возобновление листа у эухариуса очень длительно. Иногда на это уходит от месяца до полутора. И при этом, при всем, вы будете все равно растение поливать. И тут самое главное, если мы нечем испарять, мы не должны сгноить луковицу. То есть полив тепленькой водой и очень в незначительном количестве. Вот я вам примерно показала, как это должно выглядеть. Ну а свою вторую луковицу я быстро посажу, потому что она же не может до бесконечности лежать. Точно так же, видите, у нас сегодня один и тот же процесс повторяется несколько раз. Поэтому, благодаря этому, вы навсегда научитесь сажать эухариусы без всяких проблем. Вот, начинаем. А здесь я сразу начала с плодородной. Размещаю нашу луковку. Здесь никаких недоразумений с ней не будет, потому что мы прекрасно видим, что идет процесс образования нового листа. Нам только аккуратно надо подвернуть корешки. Подсыпать садовую из земли. Обязательно придавливать. Воздуха не должно быть и пустот вокруг луковицы. Еще добавить грунта для цветущих растений. И теперь я уверена в том, что наша луковица в скорости примерно к марту уже тут развернет очень пышные листы. И все у нас будет хорошо. А как заставить эухариус цвести, посмотрите во второй части нашего ролика. Спасибо!